Приветствую вас, и, пожалуй, начну я свой ответ с вопросом вам, для чего вы вообще начали вот все это делать? Зачем? Что вами двигало? Вот вы говорили, что перепробовали очень много всего Ну, вы молодец, что перепробовали много всего Но зачем? Какую цель преследовали, пробуя много всего? Ведь для этого же должны быть определенные основания, для этого же должны быть определенные цели Если вы чем-то занимаетесь, то все-таки, все-таки, нужно, чтобы у вас был некий ориентир, мотив, понимание мотива Знание того, зачем я это делаю Почему я это делаю Что я хочу получить на выходе Вот это первое, наверное, с чего я хотел бы начать Далее, если вы занимаетесь какими-то вещами Если вы занимаетесь какими-то делами Если вы совершаете какие-то действия Да, если вы совершаете какие-то действия То Важно понять Вы получаете удовольствие от процесса Или от результата Потому что если от результата То вы ориентированы на результат И исходить нужно из него Из результата То есть какой результат Для чего нужно делать И так далее То есть здесь процесс деятельности Оптимизируется Оптимизируется Как бы Отталкиваясь от Непосредственно От непосредственно Конечного Продукта Желаемого И конечный продукт Это далеко не всегда То, что Вам кажется На первый взгляд То есть его нужно Определять Этот конечный продукт Скоро Чего хотите Там Для чего хотите Почему И так далее Если процесс Если вас интересует процесс Если вам нравится Процесс То опять же вопрос Процесс Чего вам нравится Какой именно Какой именно процесс Вам нравится Какой именно процесс Вам по душе Это Очень тоже Важный момент И Определять Здесь Нужно Направление Своей деятельности Исходя из того Чем вам больше всего Нравится Заниматься Именно в контексте Процесса Надеюсь Вы это Понимаете Сейчас Далее Что важно Это Что Что Вам не двигает То есть Какие Какие Внешние Факторы Заставляют вас Ну например Работать Заставляют вас Например Делать то Что нужно Какие Давящие Факторы На вас Имеют Место Быть И Чем они Святы Видите Ли Ваша Апатия Она Связана Именно С тем Что Вы Оказались Во власти Большого Как Количества Мотивов Вам нужно Сделать И то И то И то И вот То Еще Успеть И И вот Там Еще Понимаете И отсюда Вы оказались Вот в такой Ситуации Не очень Хорошей Поэтому Ее Эту Ситуацию Которая Сейчас На данный Момент Не контролируется Вами Никак Ее Ее Нужно Стараться Подчинить Себе Подчинить Своему Контролю Чтобы Она Полностью Дарится Золотова Для Для Этого Необходимо Избавиться От Всех Меньшающих Вам Факторов Которые Есть То есть Я имею Ввиду Это Фактор Например Давление Со стороны Если есть Его Нужно Убирать Потому Давление Со стороны Никогда Никому Не помогало Найти Деятельность Себе По вкусу Если Какие Страхи Если Что-то Вот Такого Типа С этим Тоже Нужно Разбираться И По Возможностям Тоже Это Нужно Как-то Устранять Со Страхами Работать Есть Методики Правда Страх Он Так Просто Не Уходит Это Работа Все Так Но Тем Не Медля Это Можно Сделать Общественное Мнение Социальные Противоречия Чувство Долга Чувство Вины Которые Могут Вас Одолевать И Мещая При Этим Работать И Действовать В том Ключе В каком Вы Хотите Тоже Нельзя Отбрасываться С счетов Ну И Наконец Почему Вы Все Бросаете То Здесь Мы Имеем Дело С Проблемой Мотивации Почему Вы Бросаете Все Чем Хотите Заниматься Кто Знай Терри Довольно Вальный Момент Что Заставляет Вас Бросать Понимаете Понимаете Ли Вы Кто Вы Чем Хотите Заниматься Понимаете Ли Вы Что Ваше Что Нет И Тут Я Предлагаю Вам Такую Схемку Значит Во-первых Ценности Ваши Это Очень Важно Чтобы Вы Определили Свои Ценности Какие Они У Вас Далее Идеи Вытекающие Из Этих Ценностей И Далее Ага Далее Это Формы Реализации Этих Сам Идеи Которые Могли бы Быть Применимы Вами Непосредственно В Деятельности То есть Сперва Надо Определить Какие У Вас Ценности Вообще Потом Как Эти Ценности Воплощаются В Жизнь На Сегодняшний День Вами Там Обществом И так далее И Подумать Как бы Эти Идеи Воплощения Ценностей Могли бы Реализовать Настоятельно То есть Какая Форма Реализации Вам Больше всего Подходит Вот об этом Тоже Нужно Вам Подум Подум И двигаться В этом направлении На этом Все Если Остались Вопросы Пишите В личку Я Вам Помогу Если Понравился Мой ответ Буду благодарен Если Сделать Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи